Дарксайдерс 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 Нефилимов. Садники знали, что Нефилимы слишком серьезный нарушитель баланса и прекрасно понимали, почему Совет дал им такое задание. Но им все равно было тяжело убивать своих братьев. Тяжелее всего это досталось войне. Его принципы, кодекс чести и буйный нрав сыграли с ним злую шутку. Алый Всадник, не сумев пережить геноцид собратьев, открыто выступил против обугленного Совета и в качестве своего протеста явился на землю, вступив в бой с выступившими против него армиями людей. Чтобы утихомирить войну, Совет отправил остальных всадников, но те ничего не могли предпринять, ведь чем серьезнее была битва, тем сильнее становился сам война, благодаря его мечу-пожирателю хаоса, который умел поглощать энергию битвы и возвращать ее своему владельцу, делая того непобедимым воином. Выход из ситуации нашел самый старший, иррациональный из братьев. Смерть. Он просто отсек войне левую основную руку, которая и держала клинок, тем самым лишив алого Всадника сил. После этого случая война усмирил свой нрав, вернулся на службу обугленному Совету, с гордостью принял латную рукавицу взамен потерянной левой руки и стал носить алый плащ с глубоким капюшоном, скрывающим от посторонних его позор, читаемый, как он читал, в его глазах. После уничтожения расы нефилимов и объявления себя хранителями баланса, всадников ждали рутинные дни поддержания равновесия. Чем именно каждый день занимались всадники, непонятно. Ярость, видимо, скучала. Смерть вообще попросила дгул на 500 лет разобраться с личными делами. Даже не знаю, может быть ремонт дома сделать, зубы там подлечить, великие мерзости перепрятать. А чем же занимался война? Насчет всегда не скажу, но кое-какое задание нам хорошо известно, и оно отлично олицетворяет совет и его методы. Однажды обугленный совет узнал, что ангелы сумели изобрести оружие под названием священная бомба, которая ранит и убивает только демонов. Представьте ситуацию. Обугленный совет, благодаря серии всадников, только-только сумел добиться от рая и ада некоего баланса и мирного соглашения. Появление оружия способно уничтожать только демонов. Даже само наличие оного провоцировало демонов и ставило под угрозу всю работу совета. А потому они предприняли единственно верное решение, по их мнению. Открыто и понятно донести обеим армиям, что дальнейшие исследования в этой области неприемлемы и повлекут за собой страшные последствия. Обугленный совет направил войну прямиком в град света, приказав тому открыто найти и уничтожить священную бомбу. А всех, кто вознумерится этому помешать, просто-напросто уничтожить. Ангелы сначала были просто не в восторге от того, что к ним заявился один из нефилимов, а узнав о его цели, так и вовсе, конечно же, попытались ему помешать. Но всадник четко выполнял приказ совета, уничтожая всех на своем пути. Стоит отметить, что война не получала от этого удовольствия и даже скорее испытывала неприязнь к лордам, направившим его на эту миссию. Веря в то, что он служит скорее балансу, чем совету. Возможно, поэтому война и сохранила жизнь юного ангела Уриил. Тогда всадник лишь оглушил ее, пообещав, что встретится с ней на поле брони многими веками позже. В итоге всадник, конечно же, уничтожил священную бомбу, оставив за собой шлейф из трупов и разрушений, и тем самым вызвав на себя ненависть ангелов. Равновесие любыми методами. Это путь совета. Но это работало. Кстати, это не единственная интересная история с войной. Вы не поверите, но однажды всадник был убит. И я не шучу, он в самом настоящем смысле погиб. Причем из-за приказов смерти его старшего брата и оружия, которое смерть сделал собственными руками. Подробности расскажу в истории про смерть, но если коротко, то война, вопреки приказу бледного всадника, решился же помочь другу в выполнении задания от обугленного совета. Смерть же с присущим ему прагматизмом принял помощь войны, но с условием полного подчинения его приказам. Одним из таких приказов было стать приманкой, отвлекая на себя внимание ангела Хадримона, который завладел великими мерзостями. В итоге война, нефилим и один из всадников апокалипсиса, служивший равновесию, которого должны были бояться, пал от руки обычного ангела. Обидно. По большому везению, прибывший на место гибели брата смерть, который был в том числе талантливым некромантом, смог обнаружить искру жизненной энергии в пожирателе хаоса, который был связан со своим хозяином духовной и энергетической связью. Вернул эту частицу в тело брата, одновременно призвав его душу, тем самым воскресив войну. Кстати, интересный момент. По признанию самого смерти, душа войны была единственной на его памяти, которая пыталась сопротивляться его некромантическим призывам. После возвращения к жизни, война корил себя за проигрыш, считая это слабостью, ведь смерть так и не рассказала ему всей истории. И даже когда Хедримон все же был уничтожен при помощи хитрости, лукавства и ударов из-под тяжка, предпринимаемых смертью. И несмотря на то, что ангел до этого убил Алого Всадника, война заявил, что в этой победе нет ни чести, ни достоинства, вновь проявляя благородные черты своего характера. На этом предыстория войны окончена, и начинаются события первой Darksiders. О событиях лжеапокалипсиса и его последствиях я расскажу вам уже завтра. Но затрону, пожалуй, только их главные моменты, чтобы тем, кто еще не играл, но надумают, был интерес играть, а тем, кто не планирует, была понятная история. Сейчас же мы видим войну как сурового, немногословного и строго придерживающегося кодекса чести всадника, который готов с гордостью принимать свои ошибки и объективно мириться с их последствиями, как было с отсеченной рукой. Безукоризненно следовать приказам совета, как ситуацию со священной бомбой, и в то же время самостоятельно принимать решение, как было с решением помочь смерти в его задании, даже если в итоге его ждет смерть или неблизкая по чести битва. Все эти элементы отразятся в игре и истории, которую я расскажу вам завтра. На этом же все, всем спасибо за просмотр. Если ролик понравился, то не стоит забывать ставить лайк и подписываться на канал. Также буду благодарен всем, кто оформит спонсорскую подписку и окажет этим поддержку. Ну а я не прощаюсь, всем хорошего настроения и еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok